Друзья, добрый день! Сегодня у нас очередной эфир, очень интересный, с экспертом в области интернет-магазинов, Ecom, Камелием Кульмулиным. Вы уже видели его на канале, когда мы обсуждали воронки. Теперь мы обсудим очень интересную тему, это как могут выживать интернет-магазины в наше непростое время, время кризисов, вирусов, перестройки экономики и так далее. Мы покажем небольшую аналитику, которую эксперты Камели сделали по последним четырем месяцам по нишам, по категориям, которые продаются и не продаются. И обсудим еще много разных интересных вопросов. Кстати, Камиль еще с недавнего времени автор, выпустил книжку, я уже начал ее читать интересную. Можешь два слова рассказать? А наши подписчики по ссылочке ее смогут получить, всего лишь оплатив доставку. То есть Камиль делает такой подарок подписчикам канала, то есть вы оплачиваете доставку, получаете книгу бесплатно. Очень прикольная книжка. Ребята, всем привет. Меня зовут Камиль, еще раз представлюсь. Возможно, кто-то меня не видел. Я предприниматель, 20 лет занимаюсь тем, что помогаю предпринимателям продавать в интернете. Как он сказал, я основателем платформы AdvanShop. И вот за эти годы я просто понял, что есть системные ошибки, которые предприниматели совершают, продавая товары в интернете. И это в прямом смысле вынудило меня написать книгу. У меня по русскому языку тройка была в школе. Но, тем менее, я понял, что такая книга нужна. Нет книги, которая рассказывает про системные, про такие базовые вещи, касаемые интернет-продаж. Вот эти базовые вещи я написал в книге «Давай продавай. 25 секретов. Как продавать товары в интернете». В общем, я не буду пересказывать книгу. Действительно, мне очень нравится канал Антона. Мне очень нравится аудитория. Очень активно вы реагируете. И поэтому мы решили сделать такой подарок. Под этим видео будет ссылка и инструкция. То есть, как можно получить эту книгу, заплатив только за доставку. Книга в озоне стоит 900 рублей. На нашем сайте мы продаем ее 799 рублей. То есть, мы дарим вам такой подарок. И основная цель этого подарка сделать так, чтобы у вас получилось продавать в интернете. Чтобы вы в итоге успешно построили модель своих продаж в интернете. Вот книга как раз об этом. Поэтому всем ее рекомендую заказать. Используюсь этим случаем. Слушай, ну ты говоришь «тройка по-русскому». Знаешь, есть такая фраза типа «пятерышники работают на троечниках, а четверышники работают на правительство». Так что, получив «тройку по-русскому», наверное, я стал не просто так руководителем платформы AdvanShop. Более 5000 интернет-магазинов. Я, по-моему, этого не сказал. Но, на мой взгляд, это уже внушительная цифра. Это позволяет быть таким уже игроком на рынке. Не новичком, скажем так, уверенным уже. Да, мы давно этим занимаемся. И, в целом, мы видели становление всего рынка интернет-коммерции. Вообще, когда мы начинали, у нас был интернет-магазин по продаже автомобиля УАЗ. И это было где-то всего на всю страну 2000 интернет-магазинов. То есть, вот такой был рынок. Вот в это время мы начинали, смотрели. И вот меня уже тогда поразило, знаешь, вот такая вот, ну, как волшебство, знаешь, там, типа, ты сидишь за компьютером, ба-бах, клиент, заказ приходит, да? То есть, такое прям, знаешь. Вот. И интернет действительно дает очень много возможностей. И интернет, он не стоит на месте. Он сейчас развивается. Вот сегодня как раз об этом поговорим. Что происходит? То есть, потому что раньше можно было очень просто продавать, потом стало продавать чуть сложнее. Но реально сейчас вот все меняется. И вот сегодня как раз, как я понимаю, как раз об этом будем говорить, да, Антон? То есть, как нам... Слушай, ну вот смотри, сейчас все видят одно и то же. Включают телевизор, заходят в интернет. Вайлдберрис, Озон, Ситилинка, видео, там наберу, вот это по телевизору играет. И вот такой вопрос сразу у любого человека возникает в голове, который планировал заняться якомом. Или у тех, кто уже занимается, как, например, я вот. Интересно вообще, могу я, сделав интернет-магазин новый или имея интернет-магазин уже, например, там 5 лет, что меня ждет завтра, что меня ждет через 3 года и через 5? Как считаешь? Ну да, я сейчас отвечу на вопрос. Потом, наверное, посмотрим аналитику, цифры, чтобы можно было как-то вот оперировать, да, этими данными, да. То есть, вообще говоря, действительно надо отметить, что сейчас идет тренд глобализации. То есть, крупные ребята типа Вайлдберрис, типа там Ситилинка и так далее, то есть, они развиваются, очень активно растут. Понятно, что сейчас то, что мы видим на рынке, когда, ну просто людей закрыли дома, да, или люди сами закрылись дома, это, конечно же, стимулирует интернет-продажи. Вот, ну чуть позже вот я покажу цифры, которые говорят о том, что происходит на рынке небольших магазинов. То есть, в основном наидваншоп открывают ребята, которые, ну такая небольшая компания, может быть, 3, 5, 10, 20, 50 человек работают, да, вот это наш основной клиент. То есть, либо те, кто только-только начинают, вот это основная аудитория. Вот, и если кратко отвечать на этот вопрос, то рынок онлайн-торговли, он растет. Растет у всех, растет у больших, крупных, растет у мелких, у средних растет. То есть, люди действительно в интернете больше покупают. Ну, как в этом известном анекдоте, разница в деталях, да, то есть, у кого что происходит и что будет происходить дальше, вот на всех этих рынках. Значит, ну давайте про крупных. Крупные будут расти, это понятно. То есть, люди привыкают покупать через интернет. И, конечно же, крупные, имея большое количество заказов, имея большой доступ к базе, имея хорошую цену у поставщиков, потому что они много продают, они будут в перспективе, конечно же, выигрывать. То есть, будет происходить, ну, как монополизация, как вот, да, Антон, ты говоришь, то есть, большая рыба съедает мелкую рыбу, да, то есть, будет происходить глобализация больших игроков. На этом рынке, конечно, будет происходить еще там достаточно такая интересная борьба, потому что у нас пока еще не один, два игрока или три или четыре, да, их там с десяток больших ребят, которые претендуют на эту позицию. И мы увидим интересные предложения, интересные скидки, цены. В общем, потребитель точно от этого выиграет. И, в общем-то, дай бог, да. Слушай, ну, вот тут как в Горец, на твой взгляд, останется только один, типа, или все-таки будет, там, останется только три или останется только сто? Будет вообще топ-100 интернет-магазина? Ну, я считаю, что будет топ-3-4 мегамола, то есть, будет большой-большой крупные игроки, то есть, их будет там, ну, максимум три, максимум три. Может быть, два даже, вот, но через какое-то время один, да, то есть, один-два максимум, да, то есть, у нас есть два больших игрока в Рунете, да, Да, это Mail.ru группы, Яндекс группы, да, есть Сбербанк, есть другие игроки, да, которые вот сейчас в эту тему инвестируют. И тут понятно, что, ну, два, наверное, игрока, вот это наиболее, там, ожидаемый сценарий, но, в общем-то, существует пока еще, то есть, много неопределенности, то есть, многие борются за это и так далее. Но я вижу, что, да, будет два крупных игрока и будут нишевые маркетплейсы, которые будут закрывать какие-то очень нишевые истории, которые будут именно хорошо работать с какой-то своей базой, какой-то там очень такой специфичных категориях, да. То есть, это могут быть разные категории, я не знаю, там, обои, запчасти, может быть, я не знаю, какие-то еще категории, которые требуют определенной специфики, да, то есть, через определенный, вот, там, нестандартный процесс происходит там покупка, да. Все, что происходит через стандартный процесс покупки, когда тупо цена, тупо предложение, качество, то есть, будет, ну, свой Амазон, свой Таобао на российском рынке. Ну, вот, это очевидно для меня. Слушай, ну, смотри, например, товары для детей, вот, как считаешь, очень популярный товар, очень много открывается интернет-магазинчиков небольших с этой историей. Как считаешь, товары для детей, их поживет детский мир, дочки, сыночки и потом Азон или как? Слушай, я думаю, детские товары, да, это будет какой-то один крупный интегратор, то есть, агрегатор там и, соответственно, большая какая-то история. Но тут надо сказать, вот, вообще, очень часто, ну, мы пытаемся структурировать рынок по категориям, и мы задаем себе примерно такой вопрос. Слушай, ну, если заниматься продажей детских товаров, это нормально или нет? Или, там, не знаю, а если заниматься продажей кружек, это нормально или нет? Мне кажется, это, ну, нас уводит от ответа, да, то есть, это немножко так и расфокусирует от подхода, да, правильно. То есть, вопрос не то, что вы продаете, а вопрос то, как вы можете продавать и понимаете, кому вы продаете, да. То есть, если вы сделали какую-то очень интересную детскую историю, у которой есть понятный клиент, и он по понятным причинам покупает только у вас, то есть, не по цене, а понятно, да, то есть, ну, я не знаю, там, у вас бренд, например, вы производитель детского вот этого бренда, да, или вы делаете что-то очень круто, вы понимаете, например, вот у нас есть клиент, он хорошо разбирается вот в игрушках настолько, что он может рекомендовать какую компетенцию под какую игрушку ему дадут, да, то есть, хотя рынок детских игрушек, да, вот. Понятно, что это создает дополнительную ценность, и люди приходят к этому проекту и покупают на этом проекте, а не на маркетплейсе, на котором все это тоже есть, наверное, в каком-то виде, но оно там просто есть, да, вот. Поэтому я бы здесь подходил к тому, не от категории шел бы, да, а шел от запроса клиента, но вот мы долго это обсуждаем, эту тему, можно сделать, ну, такую аналогию, да, есть Ашан, в который приходит, ну, определенная аудитория, покупает определенные товары, ну, в основном это по цене, по ассортименту, да, то есть много всего, дешево, ну, достаточный уровень качества приемлемый, да, вот это первая история, да, и есть, ну, не знаю, бутиковый магазин, в который вы покупаете, не знаю, там, выпечку рядом с домом, да, то есть, да, выпечка есть и в Ашане, да, но вот вы хотите именно вот это, да, или вам нравится какой-то бренд, там, не знаю, там одежды, который вы не можете в Ашане купить, она там не продается, да, то есть вы идете в бутиковый магазин и покупаете ее там, то есть я вижу, вот если отвечать на вопрос так, в общем, что есть конкуренция по цене или вот по этому массовому продукту, это будут вот такие большие ребята, которые заберут вот этот большой объем вот этого, вот этих продаж, это большой гигантский рынок и будет очень много небольших игроков, которые смогут работать с определенной аудиторией и этой аудитории давать что-то больше, чем просто сам товар, вот это физический, да, то есть будет давать определенную ценность, да, вот это может быть ценность зашита в бренде, в определенной позиции, ну и так далее, и так далее, то есть это вот такие вот небольшие игроки и, конечно же, как раньше уже не будет, ребят, то есть надо понять, что мы с вами уже находимся на таком вот переломе, да, то есть у нас тектонический сдвиг, раньше, ну там рекламу купил, что-то там покрутил, продажи пошли, вот сейчас, ну это все будет сложнее, конечно, да. Слушай, ну это понятно, мне кажется, очень емко ты ответил на этот вопрос, давай тогда затронем еще такой момент, как обеление рынка, то есть, на мой взгляд, уже наблюдается несколько лет прям жесткое политическое обеление рынка, переводы на карту у всех блокируют, нельзя уже собирать деньги на карточку раньше, и когда в своих интернет-магазинах еще порядка семи лет назад или там шести, может быть, ставил эквайринг, я еще видел везде в контактах у людей номер карты, там Сергей, типа сбрасывайте, да, и все будет нормально, и для всех это было норм, то есть сейчас, в 2020 году это уже не норм, на это уже смотрят, как, подожди, чувак, у тебя нет эквайринга, на карту перевести, не, я рискую, то есть через три года это вообще история останется в черную, как считаешь, или она будет полностью уничтожена, и если ты выходишь с интернет-магазина на рынок, будет любезен юрлицо, будет любезен аквайринг, и все по беленькому, через электронные ячейки, ОФД и так далее. Слушай, ну, да, на самом деле, надо отметить, что черный рынок, понятно, никуда не девается, он существует, вот, сейчас он, с учетом того, что правительство в сторону интернет-магазинов сделало, он мигрирует в сторону инстаграма и разных других историй, там, в инстаграме это до сих пор популярно, пиши ватсап, там, плати на карту и так далее. Вот это стало не так явно, то есть понятно, что люди уже побаиваются, понимая, что это, в принципе, незаконная схема, да, и их могут за это наказать, и поэтому, конечно же, это будет уменьшаться, и будет, там, ну, в каких-то вещах, там, не так очевидно работать. То, что касается именно интернет-магазинов, как каталогов, как вот такой вот формы продажи товаров, то, конечно, здесь законодатель усилился, мы с вами столкнулись с тем, что нужно кассу интернет-магазинам, то, что нужно ОФД, сейчас история с маркировкой, когда товар нужно маркировать и так далее, конечно же, это потребует определенных инвестиций, с одной стороны. С другой стороны, мы наблюдаем, что рынок адаптируется, то есть многие ребята, они не покупают кассу, они заключают договора с курьерской компанией и, соответственно, передают товар туда и таким образом решают этот вопрос, да. Вот, появились там такие истории, как робочеки, то есть за тебя кто-то бьет чеки, да, вот, то есть рынок адаптируется, в общем-то, и я считаю, что тренд ввел в сторону белого рынка. Этот тренд достаточно понятный, государство его протранслировало в 2014 году, вот, была очень простая, понятная история, ребята сказали, слушайте, ну не хотите, чтобы мы налоги увеличили, ну тогда все будем платить по-честному, да, вот, внедрили. Но налоги таки увеличили все-таки с 18. Потом и увеличили, и по-честному, да, да, и ДЭС поняли, да, да. Вот, в итоге, конечно же, рынок выбеливается, то есть сейчас все меньше и меньше черных игроков, понятно, что если вы начинающий предприниматель, это, ну, вы спокойно можете там, ну, один-два товара продать, да, мы говорим про предпринимательскую системную деятельность, да, если вы начинаете, ну, не вопрос, там, вы что-то продали, купили и так далее, на авито там, может быть, выставили, то есть тут не нужно это, да. Но если вы что-то системное уже сделаете, конечно, там необходимо будет, ну, как-то эту деятельность систематизировать и устанавливать там кассу, там, чеки и так далее. В этом-то, на самом деле, я ничего такого не вижу, потому что, ну, в принципе, когда правила игры одни для всех, это, в принципе, нормально, да, если мы понимаем, что мы создаем ценность определенную, и все работают по одним правилам, в общем-то, выгодно для всех, потому что, ну, мы помним с вами историю, да, когда там серые товары, у него, как бы, маржа там, понятно, больше за счет этого, и мы, как бы, пытаемся работать легально, да, и нам, как бы, ну, не выгодно, мы, как бы, легальные игроки хорошие, вымирают, а выигрывают те, кто нелегально, потому что тупо у них экономика сильнее, да, становится. Вот, я считаю, что государство постепенно к этому придет, значит, что происходит в эту сторону. Ну, мы знаем с вами про чеки, мы знаем с вами про Сбербанк, который, понятно, отчитывает, сливает информацию государства, мы знаем с вами про то, что сейчас трудовые книжки тоже будут электронные, вот, и так далее, и так далее. То есть, государство все будет видеть, оно уже все видит, поэтому какие-то вещи, понятно, но не хочется пока замечать, и, как бы, там, ну, ладно, там, какие-то там эти миллионы прогоняют, там, ну, ладно, да, но если вы куда-то перешагнете определенные цифры, то, конечно же, будут последствия. Сейчас, по-моему, банки, у них есть по отмыванию уже инструкции, если у вас на карту, там, приходит в месяц, то ли больше 300 тысяч, то ли больше 600 тысяч, то у вас, как бы, там, блокируют карту, блокируют счета и так далее, и так далее. То есть, это все происходит, государство медленно, но верно хочет видеть белый рынок, и я думаю, что он, ну, в какой-то части, в большой будет белым. Вот, если вы хотите торговать, ну, и начинаете, то это не про вас, то есть, вы просто должны научиться продавать, то есть, государство сейчас самозанятым дает возможность, вообще, там, налоги 19-го года возвращает, вот, просто знайте, что через какое-то время, ну, когда у вас будет какой-то объем, ну, вам это нужно будет сделать, то есть, здесь не получится построить какую-то серьезную, даже не серьезную, обычную модель продаж, если вы, ну, не сделаете ИП. Причем сейчас все сделано достаточно просто, даже, не знаю, банки сейчас уже ИП регистрируют, то есть, вы нажимаете, там, карту, знаешь, становишься ИПшником, да, вот, и, в общем-то, понятно, что нужно будет легализовываться, поэтому ничего страшного в этом нету, сейчас это все просто, вот, все будем... Слушай, Камиль, вот такой вопрос, с государства перейдем тогда на потребителей, вот, для меня вот такой вопрос в последнее время стоит острый, над ним часто размышляю, но для предпринимателя вся эта история, ну, по сути, это, там, гвозди в крышку гроба, там, давайте теперь нам касса, давайте теперь нам чеки, давайте нам еще что-то, что-то, но если будем говорить не про предпринимателя, а про обычных людей, покупателей, вот, я сижу дома, как покупатель, вот, нужны ли мне, как покупателю, вот эти вот предпринимательские лавочки, небольшие интернет-магазины, когда я могу прийти к какому-то крупнику и получить хороший сервис, ну, может быть, он будет не такой хороший, как булочки за углом, но как в Макдоналдсе, я прихожу в Макдоналдс по всему миру, ем один и тот же гамбургер, или как домино-пицца мне привозится за одно и то же время, кто меня не обманет ни на каком этапе, не будет больших задержек, там, я пиццу не в 30 минут, а в 35 подожду, например, то есть нужно мне, как пользователю обычному, вот эти вот мелкие истории, а то все частный бизнес защищают, по факту сейчас очень много говорится, что вот государство вытесняет частный бизнес, а нужен этот частный бизнес вообще обычным людям с точки зрения продукта, его потребления? Слушай, ну, как это, есть такая фраза, рынок всех расставит на свои места, да, вот, то есть рынок покажет, кто нужен, кто нет, вот, ну и рынок, в принципе, показывает, что нужно, что нет, но я не знаю, вот, ну, простой пример, вот, у меня есть там знакомый, у него там, он объединяет фермеров, которые делают там фермерские продукты, вот, мы с вами знаем там проект Лавка-Лавка, другие проекты, которые пытались этим заниматься, вот. Подожди, вкусвилл, вот тебе пример, яркий избёнка, который стал вкусвиллом, да, сейчас. Да, пожалуйста, то есть, да, то есть родилась сеть, которая закупает этих ребят, вот, сейчас вопрос какой, ну, вот, есть регион, например, в нём нет вкусвилл, да, ну, Кульянск нет вкусвилла, например, да, или какое-нибудь там село, не знаю, там, хоть область там, забайкальский, я не знаю, ну, да, где-то этого нет, например, да, ну, что, то есть люди, там, у них не пропала потребность в вкусной здоровой еде, да, не пропала, то есть она существует, вот, кто будет её удовлетворять? Крупный? Ну, не факт, что он... Нет, до тех пор, до тех пор пока придёт, туда крупный. Да, ну, понятно, они придут когда-то, да, но понимаете, в чём дело, то есть крупный игрок, вы должны понимать, что он заложник своей модели, то есть у крупного игрока какая история, да, всё должно быть тиражно, понятно, квадратно, ну, условно, да, вот, и, соответственно, тогда это можно масштабировать. Как только появляется какая-то история, когда ты не можешь это масштабировать, то есть крупные не могут развиваться, да, вот, ну, вот фермерский товар, ну, не было там, да, вот сейчас рынок создался, создался крупный игрок, но есть куча-куча мелких рынков, которые сейчас создаются, которые не может удовлетворять крупные игроки, и такие рынки, конечно же, будут создаваться, и на них будут создаваться продукты. Ну, я не знаю, вот даже пример сегодняшнего дня, мы поехали покупать кровать для ребёнка, ну, у меня, как бы, трое детей, вот у меня третьего два года, мы хотим уже, ну, он, как бы, в качалке, да, мы хотим его переложить уже на кровать, там, на диван, мы поехали в мебельный магазин, там, да, мы же, у нас город Ульяновск, это население, там, 600 тысяч города, да, вот, а у нас есть там, ну, мебельный, там, шоу-рум большой, там, мебельный маркет, да, вот, мы у него поехали, вот, мы ходим, значит, смотрим, да, вот тут такая кровать, тут диван, тут и так далее, да, вот, заходим в магазинчик, да, вот, он специализируется на детских кроватях, то есть, ну, чувак реально там где-то, да, не знаю, в городе организовал небольшое производство, которое сделал прикольные, там, детские кроватки, там, в виде домика он называется, домик, так и называется компания, да, вот, слушай, ну, мы ходим, смотрим, слушай, понимаем, что это самое лучшее предложение сейчас на вот то, что мы хотим купить, да, то есть, все продают просто обычные диваны, там, очень разные диваны, там, маленький диван, большой, такой, сякой, там, раскладной, но почему-то никто не допер, короче, я не знаю, почему, вот, слушай, ну, вот для детей, как бы сделать нормальную кровать для детей, есть детские, да, ты можешь заказать детский гарнитур, но, блин, детскую кровать, короче, вот, ну, почему-то никто не допер, чувак из Ульяновской, как бы, сделал производство, вот, а мы заходим, говорят, ну, вот, посмотрите в Инстаграме, у них, я посмотрю, там, 4000 подписчиков, то есть это нишевый игрок вот который сделал продукт но возможного потом будет массовым игроком до вопрос я вот эту кроватку куплю на озоне там ну если он там пойдет да и посчитает нужно ну найду а если я как бы понимаю что вот мне нужно бренд ну понятно что у него родится какой-то магазинчик до не комфортно платить заказать этот товар до инстаграме я там написал и так далее тогда то есть я считаю что есть но вот боли да то есть вот как я в книге пишу да есть три большие рынка до три больших вообще проблемы у человека до первое это достаток я хочу денег до 2 это здорово я хочу быть здоровым и 2 3 хочу быть счастливым то есть три больших вот таких вот рынка первые два они не делают третий фактор то есть это богатый здоровый и к сожалению не до или к счастью я не знаю то есть понимаешь есть очень много богатых дорог людей которые несчастны вот мы просто вы говорили про мужчин до который да то есть богатые здоровые мужчины не чувствовать счастливым потому что но они не реализовались у них что-то там семье не так и так далее да то есть могут быть ситуации на то же самое там вот у нас как в семье да слушайте но вот нам нужно там да для счастья чтобы ребенок был счастлив да удовлетворите надо сделайте там предложение продукта вот или мы хотим здоровья да для себя для детей да сделайте продукт который обеспечивает здоровье безопасность да и так далее вот ну модели про достаток я уже говорю вот мы как компания до заточен на этот рынок то есть мы рассказываем как продавать в интернете нас там канал про это целый до контент книга ну и так далее да много-много продуктов и наша задача чтобы люди зарабатывали с нами поэтому все кто ищут вот в это в этих всех вещах сейчас открывается колоссальная возможность то есть в интернет пришло просто такое количество людей что просто но надо просто вот сейчас вот это использовать момент да я не знаю там свадьбы проигрывают в интернете да сейчас выпивку совместный да то есть люди собираются в зуме да там значит там как то отмечают да и так далее поэтому здесь сейчас очень много возможностей люди через интернет начинают потреблять много продуктов разных и поэтому если вы в чем-то понимаете разбирать и можете ответить на вопрос кому вы можете дать какую-то ценность вот это вот как раз ваша ниша ваш продукт где очень сложно будет крупного игроку вас оттуда вытурить то есть это прям вот но вот ваша история и вторым после этого вы должны задуматься о том как удержаться и поэтому вам нужно конечно же работать базы работать клиент вы удерживать этих клиентов вот в чем минус marketplace of вот мы говорили да о том что на понятие марки поясда вы довели товар но вам контакт не отдали клиента то есть клиента это их клиент вот и постепенно понимаете может быть такая история что marketplace он скажет слушай ну я сам могу этот товар производить доставлять спасибо то есть и как бы открыл нам дорожку и так далее поэтому здесь понимаете нужно я считаю постоянно думать изучать какая модель лучше то есть вот модель первично то есть не поддавайтесь вот этим соблазнам да только marketplace только магазин только то только то конкретно вашем варианте будет конкретная самый лучший самый эффективный модель знаю что такой есть пример от я очень маленьким был помню мне говорили вот там россии там все живут на нефти вот 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 нефть кончится потом я помню там школу пошел мне говорили но вот еще года три и нефть точно кончится в институте вот сейчас она все кончается и все никак не кончится почему-то я думаю что вот то что рассказываешь она примерно про эту же историю то что когда рынок трансформируется отображает новые возможности это не абсолютную сущность занимающие при расширении все свободное пространство сущность какого-то фиксированного объема который видоизменяется разные стороны и вот эти различные возможности которые начинают при трансформировании появляться они просто становятся другими их нужно уметь использовать под них подстраиваться скажем так то есть есть marketplace есть выбор идти на marketplace либо продавать самому не идти а то конкурент пойдет и вот кто из вас будет прав это покажет время уже совершенно точно что вот технологическое преимущество сейчас это важный очень аспект становится в сети интернет вот кстати два слова пожалуйста на эту тему вот например есть вот человек один я я иду вот к тебе например на адвантшоп говорю вот адвантшоп какие возможностями технологические предоставят или есть некий вайл берез там с тысячи программистов там но у них не тысячи конечно меньше но там несколькими сотнями человек которые строят этот marketplace он в нужном месте покажет иконку нужного цвета у него широкая аналитика и так далее то есть на технологическом уровне могу конкурировать через площадке конструктора хотя бы такие да да хороший вопрос вообще на самом деле я недавно познакомился с сетью она техническим директором вайл борис вот очень интересный чувак пообщались вот в общем нашли на самом деле много общих задач связанных в том числе с развитием программистов там решение тогда вот вы знаете но как бы это вопрос похож на вопрос такой может ли там не знаю какой-нибудь производитель игрушек там конкурирует с ашаном да ну понятно что ваша на там больше возможности рекламных больше там площади и так далее вот понятно что у какого-то не большого производителя их меньше но вот эти кровати же если возьмем да их меньше вот я знаешь как вот очень часто говорю и вот книги тоже пишу то есть очень простая вещь то есть дело не в инструментах понимаете то есть вы можете не знаю там сесть самолет вот но там даже взлететь но на самом деле как бы вам достаточно просто пройти несколько шагов чтобы дойти до клиента да то есть самолет не нужен для того чтобы рассказать клиенту какой вот классный продукт вот поэтому если вот ну кратко отвечает на этот вопрос то ну если даже про платформу говорится на ваншоп в нашел очень много возможностей которые даже там у вас чтись нет они им не нужны да то есть на ваншоп они есть они для мелких более ценны например чем для вайлдресса да например мы умеем создавать на этом посадочные страницы до выбористом их ну понятно создает но чаще всего не в каталог выкладывать до свой товар здесь ситуация такая что есть клиент вот если конечный вариант рассматривать клиент у него есть какая-то потребность боль да вот есть вы то есть вы что-то хотите ему предложить вопрос заключается в том как пройти вот по этому маршруту как провести клиента по этому маршруту от того что он например не знает или хочет до того что вы ему что-то отгрузите если тут есть два варианта да у нас первый вариант то есть вы можете быть самым приятным по цене то есть вот вас сравнивает потребитель да слушай вот я продаю не знаю вот такую книгу вот эта книга здесь стоит 972 рубля а здесь стоит 799 рублей слушай ну дешевле я пойду туда если продукт один и тот же если вы ничего не наполняете в этот продукт то конечно же выиграет самый дешевый по цене нет ни одного преимущества быть вторым по цене то есть если вы чуть-чуть дешевле это ничего не значит уже все ваза ваша стратегия не существует вот и поэтому здесь вот именно не в категории инструмента больше в категориях само предложение если же вы можете дать что-то большее чем просто цена да то есть вы даете что-то сервис вы даете там какой-то продукт уникальный вы даете решение какой-то проблемы вы даете консультации вы даете информацию вы даете какой-то софт вы даете что-то еще то вы в принципе неважно какой платформе вы сможете реализовать эту коммуникацию если говорить про этот шок но у нас есть например готовые инструменты до доступка вот мы называем это воронка да вот если у вабар сана 1 и всегда она заточена на каталог например да то есть условно говоря у них одна стратегия то есть стратегия такая заходи к нам у нас все есть то есть заходит человек нажимает фильтр ищет и доходят до какой-то позиции но поймите там вы можете быть не одни там да то есть вы конкурируете там это все-таки марки пояска то здесь мы выстраиваем разные воронки исходя из того как вы выстроить продажи кто-то продает через консультации кто-то продает через видео кто-то продает через там интересное какое-то предложение в начале да то есть небольшой недорогой товар а потом он уже предлагает что-то побольше и так далее да то есть у каждого свои задачи у каждого свои инструменты если говорить про варис это инструмент для такого массового там рынка да то есть много-много товаров все дешевое так далее так далее доступно и вот с хорошим сервисом с примерками то есть все это вот такая история а если вы небольшой игрок если вы только начинаете то понятно что вам нужна определенная модель который просить лишь от one shop shop на это заточе то есть здесь как бы я про то что мы даже не читаем друг конкурентами да вот мы общаемся там с ними ну мы партнерий сюда то есть мы туда выгружаем товары до соответственно у нас там есть интеграции и так далее да то есть другим площадками то есть мы рассматриваем как в обратно к один из каналов продаж то есть мы соответственно но 700 продаёте товаров doen subnove то есть у вас есть канал продаж vallo борис у вас есть канала подашь там вконтакте instagram каталог воронки ну и так далее и так далее все что может сработать именно вот конкретно вашим вашей задачи задачи продвижения небольшого бренда небольшой компании начинающей компании на рынке продажи товаров слушая вот если вот есть телефон один и тот же там samsung или apple например но в данный момент вот начинаете торговать телефонами samsung или apple но это просто нецелесообразно ну то есть там что я могу предложить как вот маленький магазин когда во первых у самсунга есть свой магазин у apple и свой есть wildberries дети и другие озон представлены есть я и у меня такие офигенные воронки супер идея я хочу продавать телефоны если у меня хоть один шанс из 1000 но продать хотя бы 10 телефонов я просто еще раз вот расскажу что понимаете в чем дело ребята то есть инструмент то есть что вы используете для того чтобы и что вы продаете это не ответ на вопрос как продавать то есть как это не использует ваншоп и как это не продавая там iphone да то есть как это какая модель его заработка то есть что вы делаете ну вот есть там например одни из наших клиентов то есть они продают платье на ниши платит но большая конкуренция что они делают например они ну добавляют комплект слышать ведь чехольчик под цвет да вот или тебе да мне знаю там вот брошенными под вот этот образ да то есть они дополняют ценность да ценность опять же рынка счастья да то есть женщина хоть быть счастливая да то есть она покупает не для того чтобы ткань у нее лежала да то есть она хочет одеть и быть там счастливой чтобы было счастье вот соответственно здесь такая же история если вы каким-то образом умудритесь упаковать это да то что уже упакована компания apple или компания samsung да как-то интересно вы сможете конечно это продавать но вот пример с телефонами это верту допомнишь антон так таки телефон да помню тысячным помощником миллион рублей суши пожалуйста то есть ребята упаковали продукт да то есть вы можете каким-то образом это сделать суша я сейчас верту кстати не знаю что то счет ни одного верта в руках уже у человека не видел вот последние пять лет думаю что они проиграли эту битву айфона вот и соответственно iphone заменил просто это этот рынок то есть сейчас модно iphone ну как будет аудитории вот они понимают что слушай но здесь просто не технологически выиграли да и потому что есть приложение там есть функции и так далее на не выиграли на рынке на рынке производителей поэтому понятно ребята используют iphone например вот это вот эта категория да вот но возможно вы дадите что-то другое например есть такие продавцы которые продают телефоны до которые используют ну такой продажи как слушаем и тебе телефон со всеми приложениями дадим мы тебе дадим там поддержку мы тебе дадим то 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 мы тебя проконсультируем и вот мы вот покупаю у нас потому что ну или приходи к нам за консультация потом человек принимает решение о покупке у них то есть потому что принципе цена везде одинаковые они говорят но они зарабатывают например на вот этом доп сервисе да то есть понимаете можно примеру сейчас пришла идея прикольную можно было телефон этот продавать красивую упаковывать например и там с песни и курьером доставлять которые будут сомневались поздравление лично делать там в рассрочке да то есть там много разных вариантов если вы хорошо понимаете аудитории кому вы продаете да то есть тогда вы можете вот что угодно делать да то есть вы можете под эту аудиторию делать более узкое более качественное предложение может и помощь реклама такая полу samsung к нам типы никому ни слова там нас там девчонки общаются на такой розовый телефон да то есть явно на женскую аудиторию с позиционерами с правильным этим тебе никому ни слова да то есть то что работает среди вот но определенная аудитория здесь понимаете телефона можно упаковать да если вы телефон положите какую-нибудь интересную коробку и в этой коробке вы не знают телефон будет продавать как фото studio например да вот типа коробка и в ней там находятся какие-то например атрибуты то есть его будут покупать не как телефон как бы телефон да вот а возможно как фото атрибут да то есть разные там примочки типа там макро камеры там и так далее да то есть понимаете все от аудитории зависит 1 описывайте ребята записывать миром первый вопрос который вы должны задать тебе это кто то есть кому мы продаем кому мы продаем второй вопрос что мы продаем под что я понимаю не ответ телефон или там камеру а что он покупает счастье дал может купить или он может купить здоровье или он может купить достаток свой да вот в это в этом да вот если вы понимаете что вы продаете тогда вы понимаете что как продавать да вот и конечно для этого там нужны уже понадобятся определенные инструменты вам да но вот это инструмент может счастьем торгуем оказывается онлайн да получается то есть люди смотрят канал зачем вот зачем мы смотрим все видео на ютюбе да суши но мы хотим но как бы знать там быть более счастливыми да то есть вот кто-то смотрит достаток суши я смотрю чтобы заработать кто-то там ну прям ищет ролики по здоровью это отдельная история не хотят оздоровиться да но в целом вот эти три основные более основные из них все исходит то есть любой рынок который вот вы занимаетесь он из этого это очень удобная композиция вот мы об этом и книги пишем для того чтобы вам просто понять что дать людям что вы что надо дать чтобы они у вас покупали понимаете то есть люди они на если вы по цене вы проиграете вероятнее всего на потому что но крупные точно выгоднее предложат то есть они ну они в этом на это специализируется понимаете издержки меньше и так далее поэтому что эта книжка стоит читать или это все рассказал уже про книжку то все что я по-моему ничего не рассказал про базовые инструменты я просто еще раз повторю почему я книгу написал чтобы просто вот эти базовые основы чтобы ребята использовали на своих продажах то есть посмотрите то есть и ну понимаете вот выигрывают те кто вот моделями эти мысли то есть не те кто находит а я тут нашел быстро товар там быстро вот платформу там туда то вот эти кто понимает слушай но я реально то есть нужен людям то есть я вот вам и продам поэтому продается уже к аналитике наверно да давай 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 перейдем посмотрим с ребятами что твои аналитики до подготовили всю эту историю скажи кстати вот просто от интересно даже сколько времени занимает подготовить такую аналитику имея уже вот ваши инструменты какие слушай мы готовили его к 3 недель вот мы собирали данные мы формировали методику вот у нас были разные подходы мы с разных сторон смотрели вот у нас есть небольшие большие магазины то есть там разные смотрели подходы вот выработали определенную методологию такую индексную чтобы но понятно да чтобы как работает и в принципе вот она характеризует как раз то что происходит на рынке небольших магазин то есть есть аналитика по большим то есть она доступна интернете можете найти который показывает как чувствуете очень крупные игроки вот есть аналитика которая показывает как чувствует себя оффлайн то есть то что именно продается в обычной рознице да не в интернете вот там все грустно на самом деле вот можно посмотреть там по 50 процентов там упала вот в пандемии и мы посмотрели не было аналитики мы посчитали что это будет ценным для рынка создать такой аналитику то расскажет на что происходит у небольших игроков у ребят которые только вот ну там продают не знаю там два заказа в день 35 там может быть 10 максим заказа в день вот такие небольшие игроки что у них происходит вот ну давайте покажу да здесь в принципе зашарю экран давай мы тут решили с тобой один слайдик показать полную тогда статью можно будет где посмотреть на ссылочку дадим надо под видео будет полная аналитика то есть там очень много слайдов по всем нишам даем аналитику то что происходит на каждом рынке вот сейчас я наверное просто покажу так 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 да так вот я решаю экран так получается динамика по отраслям за январь-апрель 2020 это учитывая только небольших игроков то есть небольшой игрок это что это был небольшой гроб 10 заказов в день до там до 20 заказов в день да то есть где-то там будут сидрите заказов в день то есть но на история такая то синенький столбик это что да смотрите первый синенький столбик это январь то есть вот здесь видно да то есть январь месяц это но январь везде взят за сто процентов ведь то есть все мощитно относительно января то есть январь но как бы это такой месяц который у кого-то провал у кого-то наоборот рост да то есть здесь вот по отраслям все отличается но в принципе это нормально для того чтобы забазироваться за него и соответственно сравнивать уже аналитики мы там представляем данные и в сезонные да то здесь у нас динамика вот идет и январь-апрель 2020 года чтобы можно было понять что произошло с кризисом да это рост это падение в полной аналитики мы предоставляем данные о том что по сравнению 2019 года происходило да то есть потому что но есть сезонность на определенных рынках до чтобы можно понять как это вот влияет реально давай пока это посмотрим что у нас есть товар 18 плюс да это то о чем я думаю да 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 есть категории товар 18 плюс в принципе но мы понимаем да что рост здесь большой понятно что люди сидят дома вот и соответственно люди вот видите здесь были провала да на этом рынке и соответствовать это февраль да то есть февраль марта и провал на рост апрель уже рост по фиге мы ощущаем рост до количество это весна пора любви да плюс конечно есть весенние история да но вот здесь больше выраженных можно это видеть можно увидеть на трендах связан сравнение с девятнадцатым годом что это более именно пандемии то есть да то есть люди реально слушай кстати вот на мой взгляд это очень выгодные ниши я просто общаюсь с ребятами которые продвигают таких такие магазины и говорят что довольно неплохо идут дела у ребят который товар 17 плюс занимаются суши но все ниши сейчас они конкурентные надо понимать да вот товар 18 плюс тоже являются конкурентной ниши конечно же да вот выиграют те кто умеет вот с этой базой работать то есть они умеют как-то вот находить свою аудиторию во всем этом списке и соответственно не просто каталог выкладывать до последовательно с ними отношения строить вот в целом на каждом рынке я считаю есть возможность расти и развиваться то есть ну то есть понимаете сейчас вот такое такое поле возможности где можно делать ну это не так просто как было десять лет назад конечно но это реально ребята реально можно двигаться вперед и здесь слушай ну вот чтобы прям все подряд не смотреть что вот давай я спрошу как человек который аналитику второй раз видит вот например мне интересным продуктом питания тоже делал обзор это третий третий блок у нас то есть они действительно говорят очень выросли за как раз пандемии потому что не хотят ходить магазины в апреле видимо подупала потому что люди немножко привыкли может быть на арте там была такая шоковая терапия да то есть люди там скачок то есть люди покупали в интернете да но и в апреле тоже покупают там на самом деле чуть-чуть падает средний чек количество заказов там примерно тоже то есть в объеме на поэтому здесь люди также это все покупают и это все реально работает вот если говорить про большие тренды то вот надо просто отметить первые три колонки на 1 3-го года то есть товар 18 плюс хобби рукоделие продукты питания то есть люди берут что-то домой дома что-то делать с детьми занимаются и так далее обе занимаются больше продукты питания растут понятно люди хотят есть дома ресторана закрыты и так далее да вот и соответственно варочных плюс про это мы уже поговорили значит по продуктам питания там и ресторанная история растет вот по хобби рукоделия в том числе выросла вот этот строительная тема до люди вот я общался с клиентами тоже люди сами покупают там краски масла ну то есть самостоятельно вот это вот дома руками вот она действительно вот в этот период она прямо получила импульс вот есть ну да и вот техник электронику супер стабильные ниши смотрю то вообще немножко под упал ему в целом спаде держат электроника но надо понимать что есть большой рынок массовые продажи электроники на с например там видео и так далее там наблюдается рост у них у крупных то есть крупные понятно они больше продают на что люди ну пришли домой слушай комп старый там чем надо купить там и так далее поменять вот а у небольших игроков которые продают какие-то специализированные там технику у них идет падение да то есть люди об этом пока думают так слушай потом возьму нам тогда мебель двери тоже люди думают слушай ну пока не на мебели плюс там были закрытая розница то есть хочется пощупать посмотреть поэтому вот мебель падать больше всего вот золо товара видишь там был какой-то рост потом падение то есть видимо люди тоже закупили для животных и сейчас ожидает вот выхода из этой пандемии вот работа красота и здоровье тоже видишь она там чуть-чуть выросла падает то есть люди уже как бы там экономят то есть покупать более экономные вещи да и соответственно здесь вот такая у нуля давно они история дом сад ремонтом тут выше сезона не было еще дата сейчас вот будет сезон я думаю там будет рост вот маем вот но в целом тоже был небольшой прирост дом сад ремонт люди но тоже сидели ждали когда там что будет там сад откроет не откроет именно вот сада сады до ездить слушала тут получается такой вопрос если брать вот первые четыре месяца сейчас он говорить вот именно на 5 куда стоит зайти вот какие ниши из этих и куда не стоит но исключительно исходя из этой аналитики вот ради интереса есть как правильно людям бы использовать аналитику эту и подобное ну смотри да я еще раз вот это из повторю то есть если вы где-то уже в чем-то понимаете вы понимаете какую-то аудиторию вот возможно вы не продавали в интернете но вывод с какой-то аудитории работали это первое чем нужно заняться в интернете есть инструменты там типа in one shop например на который ну просто магазин вот я рассказывал там за две недели запускается у нас например игорь рыбаков запускал магазин с нами вместе то есть они там шесть месяцев не могли там с подрядчиком запустить за две недели мы запустили интернет-магазин и соответственно понятно что но как бы игорь продает свои товары да то есть он продает свою книгу и так далее вот если вы чем-то понимаете первое чем нужно заниматься сейчас принципе вот даже та же мебель и вот возьмем самый самый негативный тренда вот просто то что происходит в рознице в оффлайне это еще большее падение понимаете соответственно любая из этих ниш она в принципе ну по сравнению с оффлайном даст вам возможность вырасти если говорить про тренда но там ну что-то понять кого-то хайпа но в принципе вот вы можете следить использовать эту аналитику чтобы понять что ну да если вы готовы заниматься продуктами питаниями да она растет да вы сможете если вы умеете работать с этой аудиторией вот если вы понимаете там в одежде и обуви и у вас вы готовы дать что-то интересненькое то конечно вы можете здесь что-то дать вот обрати внимание то есть новое образе например одежда и обувь у них свалилась потому что запретили примерки запретили разные там такие истории там сейчас роспотребнадзор нам надо если после примерки надо там пары генератором обработать значит одежду ну тостам серьезные значит вещи если ты примеряешь обувь татьяна там носки специально одноразовый но и так далее вот но те бренды которые но более известны небольшие бренды то есть люди им доверяют они просто заказывают понимаешь без примерки поэтому одежда растет если вы что-то брендовые производите вы производитель или знаете такого производителя который производит но не продает пока внула не это большая ниша в которую можете делать рестораны то же самое доставка да сейчас хороший хороший способ лучше камень давай вот и очень интересно вопрос назрел в голове и будем уже завершать он будет как бы резюмировать все наше общение ты как человек обладающий аналитикой владеешь платформы ты видишь сколько интернет-магазинов открывается сколько закрывается в целом сейчас говорят о том что малый бизнес там полностью уничтожается у нас а ты скажешь период со января по апрель больше интернет магазинов на твоей платформе открылась или закрылась хороший вопрос сейчас я это прям открою документ сейчас я просто прям очень быстро сейчас покажешь нам честные данные да 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 из админки почти но я шучу слушай ну смотри да вот есть аналитика прям первый слайд вот прям первый слайд аналитики вот на сайте advanced shop новый магазин x2 январю то есть два раза больше магазинов открылась за апрель по сравнению чем открылся январе у нас всегда апрель чуть больше открывалась видишь вот здесь вот видно даже по девятнадцатому году ведь сравнение но тут x2 по январю количество закрывшихся магазин магазинов вот обратите внимание их тоже увеличилось то есть люди которые ну впали в такое но не знаю паника не паника . ну разные ситуации там у ребят и соответственно там закрылась где-то на 40 процентов больше понимали да то есть вот такой тренд сейчас происходит то есть происходит но как я не знаю тектонический сдвиг такой да то есть меняются то есть вот модели да то есть люди новые люди приходят они ищут новые модели приходится файна или просто приходят те кто раньше в онлайне они понимают что что-то не так они видим переосмысливают тогда в общем мы видим вот такой тренд и соответственно здесь это происходит вот и добавлю еще тоже важная вещь общий оборот то есть общий оборот вырос на 40 процентов то есть в целом вот опять же вот этот тренд да то есть он растет в рознице в обычной это минус 50 процентов то есть минус 50 здесь плюс 40 процентов то здесь все это растет ну и тут по количеству заказов по среднему чеку аналитика есть принципе то есть все это можно посмотреть на и дальше по категориям кому интересно вот заходите на и дван шок посмотрите можете вашей конкретной категории что там происходит вообще сейчас я считаю время как раз для того чтобы вот некоторые сидят дома кто-то переосмысливает что-то сейчас время как раз вот это новую историю впрыгнуть и как раз ей заниматься вот я поэтому еще раз рекомендую книгу чтобы понять как это делать да вот ну и соответственно пробуйте пробуйте тестируйте и находите вот эту модель которая книжка с картинками хотя бы книжка да с картинками но с определенными схемами вот например здесь вот схема которая рассказывает как выстраиваются отношения да ничего не видно потому что маленький что поднимку мы не увидели смотрите она с картинками сам рисовал ли понимал специалисты которые очень хорошо помогли нам ребята до который прям ну очень хорошо отработали вот та модель о которой я примерно говорю да здесь не знаю видно не видно ребят то есть про трафик мы говорим да и про определенный набор контактов то есть работа с тем чтобы собрать контакты перед тем как взаимодействовать предложение до продажи и работа с базы вот это вот ключевые квадратики бизнес-модели которые нужно строить чтобы успешно продавать в интернете вот здесь мы про это все пишем о кстати его еще вопрос родился про книжку нет недавно сказали как есть такая услуга что за тебя книжку пишут а ты типа потом автор ставишь там правильщине понравилось книжку сам писал суши я на самом деле но долго не думал на года два-три на я начал думать не было неплохо книга но для меня оказалось это знаешь ну какая-то неизбыточная история я жену я что говорю по тройку по русскому не писать вот я на самом деле пробовал писать что-то вот я собирал материала делал презентации потом я повстречал очень хорошего редактор ее зовут екатерина нефильд и она просто ягра суши у меня есть идея но вот у меня есть наброски она вертуши я как раз этим занимаюсь я как раз вот собираю всю информацию структурирую и помогаю как бы провести редактуру вот поэтому если вы решили писать книгу то я вам очень рекомендую редактора и она просто я и скинул что я хочу вот набросал контент вот она взяла это все собрала как бы в одну вещь прочитала вот с какие-то правки сделала и принципе могла вот это все там отверстать ну то есть организационную часть на себя взяла на вопросы и вот мы буквально с января до конца марта за три месяца в принципе вот создали книгу на базе моего 20-летнего опыта то есть фактически я все собрал по всем моментам то есть проработали и выписали такой продукт из 20 лет опыта это готов отдать за сумму доставки этой книжки всем желающим я готов до подарить ребята действительно меня важно чтобы вообще в россии были хорошие предприниматели хорошие интернет-торговли и в общем то вот я считаю что эта книга достойна чтобы вы действительно приняли правильные решения использовали ее для того чтобы принимать правильные решения интернет-торговли вот поэтому всем ее рекомендую вот еще раз повторю то есть это подарок для слушателей канала то есть вы можете получить ее совершенно бесплатно то есть так она стоит 799 рублей вам нужно просто там использую инструкцию и купон который вот антон разместить своем канале перейти и сделать заказ заказать ее и получите книгу себе вот то есть мы оплачивать только доставку там 350 рублей фиксированная цена и получаете книгу изучаете и вот сейчас как раз время чтобы стартануть всем на самом деле желаю огромной удачи потому что онлайн сейчас дает колоссальные возможности ребят если еще не прыгнули пора впрыгивать вот и чем этим заниматься очень активно давайте ребята впрыгивайте у всего хорошего успехов спасибо что сегодня были с нами как всегда планировали минут на двадцать в итоге получилась до с половиной раза больше разделять ролики на части тоже история такая неправильная ну то есть кому интересно обычно досматривают то хочет я нормально отношусь к роликам по полтора часа я смотрю несколько приседствий с нужно кремниевую долину дудя и три часа тоже очень многие вытерпели вы смотрели так далее и данил очень много кассоты я узнал знакомы с ребятами которые были в этом ролике то есть реально не с первых рук знает этих парней я знаю даже с максим который да там есть они просто из города ульяновска вот очень хорошие ребята вот вообще все что там сказано оно очень похоже на правду конечно там есть вещи которые там просто не не досказаны вот и которых можно отдельно спорить но это наверно прямо отдельное видео можно снять вот я еще хотел бы добавить на то что если у вас какие-то отзывы комментарии пишите пожалуйста под этим видео очень интересно ваши вопросы может быть мы сделаем еще один эфир вот самое главное да нам нужно вот мне нужно делиться да вот эта моя роль да я хочу чем-то полезно делиться поэтому очень цены ваши комментарии отзывы вот ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны вот очень крутой канал делает Антон огромное спасибо вот реально прям находка канал Камиль спасибо за то что такие гости как ты находят время и рассказывают что-то полезное мне я для себя очень много чего нового от тебя узнаю и подписчикам зрителям канала тоже пишите комментарии это помогает продвигать видео и может быть кто-то еще увидит из это видео будет продвинуть хотелось бы чтобы наши видосы набирали больше чем набирают сейчас потому что на мой взгляд контент здесь реально очень неплох качестве ну и полезен всем спасибо что были с нами пока подачи давайте пока пока камень пока